Сегодня в областном правительстве честовали участников поисковых отрядов. В этом году сибиряки достали из-под земли останки сотен бойцов Красной Армии и расшифровали воинские медальоны, пролежавшие на местах боев почти 80 лет. О тех, кто восстанавливает историю без вести пропавших. Сюжет Сергея Толмачева. В одном зале всех поисковиков не соберешь. Через это движение прошли десятки тысяч новосибирцев. Многие ездят на места боев уже не одно десятилетие. Без пафосных лозунгов. Они там просто нужны. 75 лет Великой Победы. Великий праздник с одной стороны, с другой стороны с каждым годом твердое убеждение, что для нас эта война еще не закончилась. По той самой поговорке, что она не может быть закончена, пока не предан земле. По-настоящему, по-христиански, последний погибший боец. Вот так выглядит их повседневная работа. Станция Погости. Вместо самых кровопролитных боев за Ленинград. В одной воронке можно найти десятки убитых. Так было принято хоронить товарищей. Не было времени могилы рыть. К лопате допускают далеко не всех. Самые юные перебирают землю, чтобы найти косточки. Методично по несколько центнеров грунта в день. Иногда поют. Тишина и неразвитки. Словно для деревьев ветки. Мы уходим снова воевать. График жесткий. В 6 утра подъем, в 7 на электричку. Там можно немного вздремнуть. Платформы около 10 километров по лесу. С инструментами, едой, канистрами с водой. На обед почти всегда гречневая каша. Если нашли верхового, так называют останки бойца на небольшой глубине, можно работать и до позднего вечера. Вроде бы тяжело. Но из года в год школьники едут сюда на каникулах, а взрослые специально берут отпуск за свой счет. Чтобы убрать из списков слова «пропал без вести». Подняли и захоронили 472 бойца Красной Армии, в том числе двух членов экипажей самолетов, не вернувшихся с боевого задания. Было найдено больше 30 медальонных капсул. 9 вкладышей, слава богу, сохранилось, прочитали. По 5 вкладышам успели найти родных. Особая гордость найти медальон, но его еще нужно расшифровать. Внутри фамилия солдата и его адрес. Но время стырло бумагу в порошок. И вот так по миллиметру, по букве восстанавливают имя воина. За время работы поисковых отрядов несколько сотен солдат перестали быть неизвестными. И десятки тысяч захоронены с почестными. А значит, уже весной поисковики снова отправятся на места боев. Сергей Толмачев, Александр Ведерников. Новости ОТС.